Кёрлинг часто называют шахматами на льду, а ещё игрой в ревущие камни. И, пожалуй, в кёрлинге среди глухих спортсменов камень – это единственное, что издаёт звук. Игры проходят практически в полной тишине. Здесь жесты, красноречивие всяких слов. Слышно только, как катится камень, а ещё трение щёток об лёд. А вообще, правила игры в кёрлинг среди глухих спортсменов и тех, у которых нарушений слуха нет, не отличаются абсолютно ничем. Некоторые сложности возникают лишь у организаторов и судей, но их количество уже сходит на нет. Опыт растёт. Турнир проводит бригада судей, которая уже давно занимается соревнованиями глухих спортсменов. Поэтому все ребята опытные. Мы проводили и сурдолимпиаду, я в том числе был главным судей на сурдолимпиаде. Поэтому особых проблем у нас уже не возникает. Мы в режиме работаем на высоком уровне. На чемпионат России в Сочи приехало 16 команд по уровну женских и мужских. Впервые в первенстве страны принимают участие столько сборных. Как говорят организаторы, интерес к этому виду спорта в регионах растёт. В числе фаворитов команды из Москвы, Калининграда, Чулябинска и Омска. Те, которые составляли костяк сборной страны на сурдолимпийских играх. Они проходили в апреле в Ханты-Мансийске. Там наши женщины стали чемпионками. Мужская сборная России завоевала бронзу. Тогда помогла в том числе удача. Сыграла на руку и не совсем честная игра соперников. Очень хорошо, что вообще наша команда вышла в полуфинал. Это, может быть, вы даже знаете, случай со слуховыми аппаратами. И нам просто повезло. Для нас это вообще было просто чудо. Так получилось, что японские спортсмены вложили в ухо маленький слуховой аппарат. И кто-то разглядел. Вот для нас это было чудом. Соревнования по керлингу среди глухих проводятся в Сочи уже во второй раз. В ноябре Ледяной Куб принимал первый в истории чемпионат Европы по этому виду спорта. Итоги нынешнего российского чемпионата подведут 23 мая. В этот день финальные игры и церемония награждения. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова